Власти Норильска заявили, что ситуация с коронавирусом у них под контролем и оснований полагать, что город будет закрыть на карантин, нет. Поэтому в мэрии призывают не закупать продукты впрок. На официальном сайте города сообщается, что случаи коронавирусной инфекции у нас не зарегистрированы. Но чтобы не допустить ее распространения, создан оперативный штаб. А в аэропорту, в зоне паспортного контроля, установлен тепловизор. Сообщается также, что за два последних месяца в город приехали семь человек, которые посещали Китай и Южную Корею. Но ни один из них не оказался носителем вируса. Власти уверяют, что городские аптеки не испытывают дефицита противовирусных средств, медикаментов для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также антисептиков, цены на которые останутся на прежнем уровне. На усиленную дезинсекцию переходят места массового скопления людей и применение бактерицидных ламп, в том числе и детские сады. Они работают до каких-либо особых распоряжений. Но, как уверяют в мэрии, в случае неблагоприятной тенденции специалисты примут соответствующее решение. Между тем отменены городские мероприятия, занятия в школах, в УЗИ и техникумах. Перенесен на май досрочный этап единого госэкзамена. А работодателям рекомендовано организовать для работников обработку рук антисептиками и измерение температуры. Ну а в случае необходимости, по всем вопросам, связанным с коронавирусом, мэрия рекомендует обращаться по телефону 112 или на горячую линию 8 800 100 56 53. И как сегодня стало известно, из-за пандемии коронавируса каникулы для школьников по всей России продлили до 12 апреля. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Пресс-секретарь Министерства образования нашего региона также подтвердила, что это касается и Красноярского края. Напомним, ранее в крае всех школьников отправили на каникулы до 31 марта. А тем временем в столице региона, помимо одного подтвержденного случая, еще трое пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Сообщается, что они вернулись с отдыха из Европы, как и пациент с уже подтвержденным диагнозом, который привез вирус из Австрии. Сейчас они находятся в полной изоляции и под постоянным наблюдением врачей. Кстати, Минздрав края опубликовал видеообращение зараженного пациента с призывом доверять врачам и проходить обследование. У меня все хорошо, чувствую себя отлично, нет никаких симптомов, насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу, я считаю, профессионально классно. У нас в России самые лучшие врачи. Так что доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу, им нужно помогать в этом, потому что им сейчас тоже тяжело. Я прилетел со стран Евросоюза и решил пройти просто обследование, скажем так, не подвергать своих близких и граждан Российской Федерации какой-то опасности. И вам советую делать то же самое. Ну а сейчас покажем готовность краевых медиков к лечению пациентов с коронавирусом. В регионе откроются три обсервации. Это пункты для изоляции людей с подозрением на вирус. Один в межрайонной больнице Канска, другой в Красноярске, в санатории Лесной, третий в Манском районе, в санатории Зеленые горки. По так называемому спецрежиму работает и стационар инфекционного отделения больницы скорой помощи в Красноярске. В ней и находятся первые больные, а всего здесь могут разместить более 120 человек. Съемочной группе наших коллег из телеканала Енисей эксклюзивно показали, как выглядят палаты для таких больных. Это инфекционный корпус больницы скорой помощи. Здесь все готово к приему пациентов с коронавирусом. Для обычных людей эта территория всегда закрыта. Свободно передвигаться по коридорам могут только врачи-инфекционисты. У нас сюда пустили в порядке исключений на очень короткий срок. Выдали вот такую одноразовую защиту. Это не только бахилы, халат, но и шапка, чтобы все волосы убрать. Ну и, конечно же, еще один главный атрибут – это защитная маска. Личный контакт с пациентами только в защитных костюмах. Очки, перчатки, фартук – всего 9 деталей. Для возможных больных коронавирусом освободили целый корпус. Всех остальных пришлось разместить по-другим. Корпус инфекционный перепрофилируется для приема лиц контактных по коронавирусу с подозрением на инфекцию коронавируса. Обычный профиль инфекционный мы перепрофилировали терапевтический корпус. То есть общетерапевтические пациенты переведены в другие лечебные учреждения. Подозрение на коронавирус было у 32-х человек. Диагноз не подтвердили. Оказалось, типичное ОРЗ. Но в отделении они останутся до полного выздоровления. Здесь готовы принять 120 человек. В крайнем случае смогут разместить и больше. Вот так выглядит палата для пациентов. Здесь, в принципе, есть все, чтобы провести в изоляции как минимум две недели. От микроволновки до чайника. Во многих палатах, кстати, есть даже телевизоры. Но и в каждой обязательно отдельная ванная комната. Вай-фай в отделении нет, но это и не санаторий. Питание четырехразовое. Еду пациенты тоже получают без контакта с персоналом. Бокс закрывается. И пациент изнутри, не контактируя с буфетчицей, забирает. В обратном порядке дается грязная посуда. В режиме особой готовности здесь работают независимо от штамма вируса. Но такой биозащитный костюм пока примеряют лишь для тренировок. Как правило, их используют специалисты лаборатории и медики при инфекциях высокой степени заразности. Поскольку как таковой коронавирус является разновидностью вирусных инфекций респираторных, общий алгоритм работы не меняется в инфекционной службе. То есть паники нет. Каких-то особых алгоритмов, методик тоже нет. Осмотр, обследование, при необходимости лечение. Полоты реанимации сейчас пустуют. Сюда попадают самые тяжелые больные. У каждой койки аппарат искусственной вентиляции легких. Ведь коронавирус поражает дыхательные пути. Но врачи надеются, что нашим пациентам это оборудование не понадобится. Анастасия Тилио, Максим Галат, Енисей Новости. В свою очередь мы отправили запрос местным властям о важности информирования и норильчан. О том, какова готовность норильских медиков к приему подобных пациентов. Северный город ждет решения о съемке ответственных ведомств. А уже в четверг мы расскажем, что говорят руководители крупных продовольственных сетей Норильска по поводу ажиотажа с массовой закупкой продуктов горожанами. Для недопущения дефицита одна из торговых сетей дополнительно доставила на территорию 130 тонн продовольствия. Еще 140 в пути. Получается, что с поставками все в порядке. И только нездорово повышенный спрос по законам экономики может спровоцировать повышение цен. Однако, как заверили в той же торговой сети, за поставщиками сейчас строго следят государственные ведомства. Не пропустите все подробности в следующем выпуске. Изменить правила возврата билетов из-за эпидемиологической ситуации в России и в мире в преддверии пикового сезона отпусков решила авиакомпания «Нордстар». Все билеты, оформленные с 15 января по 10 апреля с датами вылета с 1 февраля по 31 мая включительно, автоматически становятся возвратными, независимо от уровня тарифа. То есть пассажиры гарантированно смогут оформить вынужденный возврат билета и вернуть свои деньги. Нужно лишь обратиться по месту приобретения авиабилета не позднее, чем за 40 минут до вылета рейса. Новые правила возврата действуют на билеты на любые регулярные рейсы авиакомпаний. И к событиям в городе. Несмотря на коронавирус, музей Норильска работает в штатном режиме. Проводится дополнительная санобработка при этом. Но это актуальность именно сегодняшней ситуации, а вообще в музее сейчас думают о глобальном. Норильчанам представили сценарий его преобразования. Трансформация проходит в рамках проекта «Музей города всем городом», поддержанного благотворительным фондом Владимира Потанина. Чтобы музей стал новым пространством, отвечающим духу времени, эксперты разработали три сценария его развития. Полгода они общались с норильчанами, исследовали их представления о городе, его лучших сторонах и проблемах. А 15 марта сотрудники музея и горожане выбрали одну концепцию. Абсолютно большинством голосов Парма первенства получил проект «Музей Норильской цивилизации». Вот вы видите, вот эти шарики, это и есть голоса. Причем белые – это экспертов внешних, а золотистые – это норильская сторона. Норильчане оценили работу музейного бюро АРКФ. Команда уже преобразовала экспозиции в краеведческих учреждениях Дагестана, находки и других городов. В Норильске предлагают соединить разные образы из музейной практики – научной и развлекательной. А также подготовить форум, чтобы новую модель обсуждали инициативные группы горожан и создали ту самую норильскую цивилизацию. Есть предложения по трансформации пространства музея. Например, согласно этому плану, прозрачная колба на два этажа станет хорошим местом для временных выставок. Впереди больше года работы. Команды еще приедут, чтобы доработать концепцию. Авторы отмечают, если идея будет реализована, в Норильске появится абсолютно уникальный музей. А вот на ежегодный фотоконкурс «Отражение» коронавирус все же повлиял. Фотокросс и мастер-классы перенесены. Тем не менее, открытие проекта состоялось. Его участники смогли познакомиться с жюри и послушать лекцию от фотографа Алексея Орлюкова. Вы подали заявок, знаете сколько? 521 заявку. Вас 78 человек. Вы прислали очень много работ, и это значительно больше, чем в прошлом году. В 2019 году любители фотографии представили 440 снимков. Рост количества заявок заметный – плюс 81. Участие в конкурсе дает не только шанс получить полезный для фотографов софт, но также опыт профессионалов. Алексей Орлюков, несменный председатель жюри «Отражение», провел краткий экскурс в особенности фотоискусства. Нравится какое-то изображение. И вот он начинает делать вырезки. Сейчас это проще в интернете найти, или папки создать. И какое-то изображение нравится, нравится, нравится. Он собирает целую папку и потом пытается проанализировать это и понять, что ему нравится. Накануне стало известно, что остальные мастер-классы, фотокросс и церемония закрытия конкурса переносятся на апрель. Новые даты сообщат на сайте кинокомплекса «Родина». До 10 апреля приостановлены и матчи МФК «Норильский никель». Российский футбольный союз внес изменения в календарь соревнований. Так что запланированная на 21 марта ответная встреча норильчан с клубом «Газпром Югра» перенесена. Дату ее проведения определят позднее. С вами новости северного города. Продолжаем выпуск. И вот сейчас узнаем о том, какая перезагрузка ждет наш родной Норильский индустриальный институт. У нас два человека, которые могут об этом говорить абсолютно авторитетно. Я с удовольствием представляю Елену Павловну Чернышкову, координатор рабочей группы, которая, собственно, всю программу перезагрузки изначально разрабатывала. И человек, которому в первую очередь придется все это воплощать. Дмитрий Дубров, ректор ГИИ. Здравствуйте, спасибо, что нашли время. Здравствуйте. У нас здесь специально несколько картинок. Они такие жесткие, такой индустриальный хардкор. Они как бы демонстрируют представление сегодняшнее норильчан о своем ВУЗе. Ну, в основном представление идет о том, что это такая нишевая история, кузница кадров для норильского никеля. После перезагрузки какое оно должно быть? И в первую очередь вам этот вопрос адресую. Смотрите, сейчас окружающая среда меняется с намного большей скоростью, чем способна меняться система высшего образования. Сильный университет, особенно с международной амбицией, не может существовать без сильной науки, без разных студентов, желательно еще с привлечением международных студентов, без различных профессоров, которые приехали из разных стран и городов, с совершенно различным опытом, и каждый из которых представляет собой исследовательскую величину. Вот, соответственно, это одно из таких стратегических направлений, которые определены в программе развития НГИ. Это превратить НГИ в центр арктических исследований. Во-первых, это, конечно, местоположение в арктической зоне, которое создает огромные возможности именно для развития всех исследований, которые связаны с Арктикой. Это, естественно, горное дело. И вот роботизация горных выработок – это такая вещь, которая интересует все ведущие горнодобывающие компании в мире. Это цифровизация, то есть вот есть план открыть факультет IT. Звучала такая тема, что очень важно работать с городом, изучать какие-то точки дефицита специалистов, которые необходимы именно для города, для каких-то городских проектов, городской инфраструктуры. Вот как быть с этим? Необходимо прорабатывать вопросы открытия педагогического направления. Это никуда мы от этого не денемся. Со здравоохранением намного сложнее, конечно, но мы должны думать на перспективу и об этом направлении. Сложнее с тем, что процесс лицензирования таких образовательных программ намного сложнее. Но, конечно же, мы изучали опыт, как формируются такие программы на удаленных территориях. Во-первых, мы самый северный вуз в России. В Арктике всего 8 университетов расположены. И при этом даже агентства производительства человеческого капитала, которые смотрели, на какие вузы им сделать акцент, они посмотрели, что именно наш вуз, с него снимать мерки, которые можно было распространять на другие предприятия. Очень много удобных вещей. Это и компактность наша, это и мобильность с компанией. И поэтому при взоре таких вот высоких специалистов возможно ускорение процессов открытия новых направлений. Люди сейчас услышат и скажут, классно, спектр огромный, замечательный, то, что нужно городу. Но вот это внутреннее ощущение, ну как же, как маленький местный вуз может становиться каким-то центром, я так понимаю, взаимодействия с другими вузами какой-то вот сетевой структуры. Как это сегодня работает? Как раз затронули самую важную тему. Сетевое сотрудничество – это очень важная часть. И для небольших вузов стать хабом для вот таких взаимодействий – это, наверное, самое важное. У нас уже есть партнерская связь с разными вузами. Я завтра вылетаю в коммунировку в Красноярске, мы будем общаться с СФУ в связи с последними новостями, как мы будем использовать в том числе их онлайн-обучение, возможность их профессуры для соответствующей подготовки наших специалистов. Но это не единственное. Сказать, что у нас четыре внешних коммуникационных стратегии. Первый – это город, второй – регион, третий – север Арктической Федерации, четвертый – международный. У нас конференции, которые проходят, они уже с международным участием. Уже международный профессор прилетает и делится своим опытом. И это видят не только студенты, но и преподаватели. Мы открыли свои журналы, и они бесплатны для публикаций со всей нашей планеты. И у нас пришли международные публикации с современными исследованиями по тем сферам, которые мы обозначили. Мы открываем арктическую лабораторию по мерзлоте. И вот буквально сейчас устанавливается оборудование. Летом мы начнем полевые исследования. И она будет открытая для всех ученых, которые прилетают к нам и будут смотреть, и вместе с нами изучать нашу мерзлоту. И им как раз проще всего именно с нами изучать. Потому что мы самый северный арктический вуз, и мы создаем те условия. Мы будем коммуницировать с ними и спрашивать, что еще нужно в лабораторию, чтобы они не увозили. А мы-то чем интересны этому крупному научному сообществу, вот сейчас услышал. У нас есть потрясающая платформа, собственно говоря, исследований здесь. Та же самая Арктика, та же самая мерзлота. И вы такой хороший для них аэродром подскока. Более того, мы говорим, мы эти лаборатории будем оснащать вместе с ними тем оборудованием, которое нужно для этих исследований. Мы сейчас включаемся в арктическую экспедицию, которая будет летом организована на САФУ. У нас студент и преподаватель впервые выезжает в арктическое путешествие. Студент в том числе. Причем, уточним, плавучая лаборатория в направлении Шпицбергена. Кто просто может посмотреть на карту, понять, что это действительно, наверное, экспедиция серьезная, научная, которая может мечтать не только студент, но и даже любой ученый мирового уровня. Хорошо. Елена Павловна, у меня есть одна ваша цитатка, если не ошибаюсь, с 2018 года. На протяжении последних двух-трех десятилетий институту не хватает ресурсов для развития. Часть молодежи стремится уехать из Норильска. Многие родители хотят отправить своих детей на материк. Вы тогда говорили, где нет таких холодов. Но я думаю, что холода, наверное, все-таки были самым последним здесь фактором. Как вы считаете, что должно поменяться и что вы должны поменять в сознании абитуриентов и родителей? Зачем завтрашнему норильскому отличнику или отличнице нести документы в местный вуз, когда Москва, Петербург, Томск? Мы действительно в самом начале, вот перед началом разработки программы развития, мы провели исследование. Поговорили с теми, кто хотел уехать, кто не хотел уехать, кто остался, кто хотел, но вернулся. И у нас сложилась картинка, почему, какие основные сложности для них, какие они видят родители для своих детей, в этой стратегии оставаться здесь и учиться в НГИИ. Во-первых, в НГИИ есть ограниченное количество направлений подготовки. И считается так, по меньшей мере, в населении города, что если ты не технарь по складу твоего ума, или хотя бы не будущий министр, то тогда тебе в НГИИ делать нечего, потому что это технический вуз, которому учиться сложно. Соответственно, во-первых, девочки, во-вторых, тоже молодые люди, которые, может быть, хотели бы заниматься какими-то другими направлениями, понимаете. И они чувствуют, что это, может быть, не совсем для них. Это первая причина, которую я вижу. И здесь, конечно, программа развития отвечает на это тем, что там предполагается расширение направлений подготовки. Соответственно, направление подготовки первое. Репутация университета, репутация, мы живем в мире информационном. Казалось бы, небольшой город, и все друг про друга очень хорошо знают, но мы часто наблюдали, вот даже в ходе интервью, было такое, что кое-кто и не знает о каких-то возможностях, которые есть в институте. И это просто означает, что информация не доходит до своих аудиторий. Есть стереотипное восприятие и новая информация про какие-то новые форматы, которые уже доступны, например, про онлайн-образование. Просто об этом информации недостаточно. Соответственно, нужно не просто, с одной стороны, развивать самих себя, а с другой стороны, очень пристально и профессионально думать про то, как эту информацию сообщать тем, кто приходит нам учиться. Я тут добавлю, один из студентов, который, имея более чем 250 баллов по трем предметам, довольно-таки высокий балл, мог поступить в любые вузы, закончил наш физмат, первую школу. Потом в сентябре буквально мы с ним общаемся на другие темы, он говорит, вы неправильно проводите профориентацию. Я говорю, почему? А потому что я пришел к лабораторию, к Шигалугову, увидел, что это наука, и я поэтому сюда и пошел. Сейчас уже он на третьем курсе, и он до сих пор из этой лаборатории не вылазит. Он говорит, вы всех туда приведите. Профориентацию поменяли? Мы вводим, меняем, да. Ну вот, собственно говоря, приведите туда, и они все у вас останутся. Мы понимаем, что даже вот эти приезды новых групп, это какое-то взаимодействие, это новые лаборатории, это инфраструктура и очень серьезные расходы. Как с этим? Готовится проект. Я думаю, что в конце мая, в начале июня мы попробуем представить общественности с тем, чтобы собрать дополнительно те идеи, которые будут сверх того, что предложат разработчики. Это вот впервые мы озвучим на телевидении. В пятницу буквально приходили подрядчики, которые осматривали все помещение. У них есть шикарный опыт модернизации кампусов, строительства новых кампусов, в том числе в Сколково, в том числе изменения городской среды, инфраструктурной. Я очень надеюсь, что этот проект будет тоже такой большой изюминкой, которую будет приятно показать всему населению города. Лаборатории сейчас у нас, даже когда мы посмотрели на те рандицентры, которые ставятся в университетах, в крупных университетах, и то, что сегодня есть у нас, у нас практически собраны рандицентры, а если посмотреть и повернуться чуть-чуть в сторону и увидеть Норильский никель, то это очень большой рандицентр, фактически, на котором у нас есть доступ у наших сотрудников и студентов, и можем делать гораздо больше, чем в тех лабораториях, которые есть. У нас есть у корпоративного университета Соворудник, наши студенты проходят там обучение, прям обучение, а не только практику. Время аккредитации эксперты сказали, что не такого большого количества приказов о переводе к нам студентов они не видели ни в одном вузе. И мы задумывались, исследовали, откуда же они приезжают. Да, там есть часть возвращающихся наших же родных студентов, но для меня понравилась другая категория. Это те, которые побывали на практике в Норильском никеле, на их профессиональном старте. И после этого они, вернувшись в вуз, написали заявление о переводе к нам. Про календарь. Я понимаю, что не случится сразу, что институт 2.0 под ключ, на три года закрыли, потом раз, сказали, вот он, такой, какой хотели. Я понимаю, что есть определенные ступеньки, когда вот что-то случилось очень важное в этой программе, знаковое. Вот какие вы эти временные вехи в программе отметили бы? Ну, смотрите, эта программа рассчитана на 6 лет, с 20 по 25 год, вот включительно, да, то есть вот с начала 20-го года. Через 6 лет там летучий корабль. Да, да. У нас есть 6-летний план, он разбит на три больших этапа, да. И вот первый этап, он проработан, 20-21 год, он проработан наиболее детально. У нас есть вот то, что вы сказали, то есть под эту программу посчитан очень детальный бюджет. Это и обучение, и открытие новых программ, и финансирование научно-исследовательских проектов, открытие нового факультета, то есть там разные-разные есть истории. Во время нашей стратегической сессии, которая была посвящена как раз первым шагам по внедрению программы, было решено создать фонд развития института. Фонд, основная цель которого, аккумулировать ресурсы, частные деньги, так сказать по-простому, небюджетные, и расходовать их на проекты развития Ангии. То есть это может быть, это в некотором смысле, это прямо расширение ресурса, большое, вот со всех точек зрения. Честно говоря, услышал много для себя нового. Ловлю на слове, что будем рассказывать про ваши научные исследования, и особенно про экспедицию, которая будет летом. Ну и вы слышали, 6 лет. Через 6 лет у нас должен быть новый практически институт. Может, есть еще один повод подумать. Спасибо огромное. Да, спасибо. Здравствуйте, это Супромат. И сегодня мне хотелось бы поговорить о статусе и гордости. Что касается гордости, не за себя возможно, но за других точно можно порадоваться. Еще бы, ведь президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что в России к среднему классу можно отнести более 70% населения. Он уточнил, что по методике Мирового банка к таковым относят людей с доходом в полтора раза выше минимального размера оплаты труда. В России этот самый мрот составляет 12 100 рублей. Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в США, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем урод. У нас таких достаточно много. Уверено, свыше 70%, цитирует главу государства издание «Коммерсант». Когда журналист ТАСС отметил, что хотелось бы все-таки, как во Франции, Владимир Путин не согласился с этим. По его словам, во Франции из-за выступлений не работают целые отрасли экономики. В ходе протестов погибли 11 человек. Кроме того, российский президент не согласился с тем, что протесты из-за пенсионной реформы во Франции принесли результат, которым доволен народ. По его мнению, там ничего существенно не поменялось. Сегодня, по словам Владимира Путина, главная задача российских властей заключается в том, чтобы укреплять российский средний класс и наращивать его доходы. Конец цитаты. Да и предпосылки к количественному росту есть. Ведь в стране, по словам президента, средний размер зарплаты превышает мрот. Так что сами посчитайте, относитесь ли вы к среднему классу или сколько вам еще нужно средств, чтобы соответствовать этому статусу. Между тем, в среду подоспели и новости об экономическом положении страны. Главная ответственность за это самое положение, министр финансов России Антон Силуанов, заявил, что ситуация в экономике страны развивается не лучшим образом из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Силуанов сообщил, что бюджет России в этом году будет дефицитным и по этой причине придется задействовать средства Фонда национального благосостояния. В последнее время мы столкнулись с непростой ситуацией для России со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема – коронавирусная инфекция. Даже дело не в вирусе. Сокращаются, сжимаются целые сектора экономики, приводит слова Силуанова из Дания Коммерсант. Министр добавил, что пострадали такие сектора экономики, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес. И за ними следует понарастающий целый ряд других секторов. Сокращаются покупки дорогостоящих товаров, в том числе автомобилей. Поэтому ситуация развивается пока не лучшим образом. Кстати, проблемы авиаотрасли накануне подтвердил руководитель Росавиации Александр Нерадько. Он признал, что снижение доходов авиакомпании от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям гражданской авиации. Назвал Нерадько и цифры. По оценке самих авиакомпаний от закрытия направлений в Китай, их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд рублей только за февраль 2020 года. Но если подобная ситуация сохранится до конца года, то по разным данным потери могут превысить 100 млрд рублей. Для поддержки авиаперевозчиков, по сообщению Интерфакса, Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторых регионах страны, включая Дальний Восток и Арктику. Также Росавиация предлагает в других регионах снизить аэронавигационные сборы на 50%. Некоторые авиакомпании уже сейчас оптимизируют свою работу, частично закрывая офисы, предлагая своим работникам взять отпуска и, главное, отменяя рейсы. Государство попытается снивелировать потери из-за коронавируса и ослабления рубля. Поддержка отечественной экономики по подсчетам правительства и Центробанка оценивается в 300 млрд рублей. Именно столько должен составить так называемый антикризисный фонд поддержки. Кроме того, правительство намерено на целый месяц отменить ограничения в городах для транспорта торговых сетей и ввести зеленый коридор на импорт товаров. Запланировано и расширение программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса. Казалось бы, экономия для населения может быть разной, и высвободившиеся в одном месте деньги вложить можно во что-то другое, купить, например, жилье. Однако не все так просто. Аналитики агентства Bloomberg уже предсказали дальнейшее ослабление рубля до уровня в 97 рублей за доллар. Это автоматически приведет к росту цен на стройматериалы. С другой стороны, в марте 2020 года сразу несколько банков из 50 крупнейших повысили ставки по депозитам и ипотечным кредитам. Эти случаи идут вразрез с многомесячным трендом на снижение ставок в российских банках. Причина – ослабление рубля и волатильность на рынках. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий центра банка, отмечает издание Forbes. Никто не знает, каким будет завтрашний день с экономической точки зрения. И тут хотелось бы, чтобы оптимистичная оценка главой государства уровня среднего класса в стране осталась таковой надолго. Не хотелось бы в раз обнищать. А это был Сопромат. До встречи.